Здравствуйте, ребята! Меня зовут Ирина Николаевна, и сегодня мы вместе с вами проведем урок математики. Математика, друзья, абсолютно всем нужна. На уроке работай старательно, и успех тебя ждет обязательно. Ну-ка, проверь, дружок, ты готов начать урок? Все ли на месте, все ли в порядке? Ручка, книжка и тетрадка. Все ли правильно сидят? Все ли внимательно глядят? Тут затеи и задачи, игры, шутки. Все для вас. Пожелаю всем удачи. За работу! Добрый час! Ребята, тема нашего урока – проверка умножения делением. Сегодня на уроке мы узнаем способы проверки умножения многозначных чисел. Научимся применять способы проверки умножения при решении заданий разного вида. И сможем применить свои знания в повседневной жизни. Начинается урок. Он пойдет сегодня впрок. Постарайтесь все понять. Ответы полные давать. Сегодня у нас необычный урок. Совершим космическое путешествие. Есть планета, единственная из всех планет, украшенная кольцом. Как она называется? Сатурн. Кольца у этой планеты через какое-то время исчезают. Найдите закономерность, и вы узнаете, когда исчезли кольца в последний раз. Кольца исчезнут в 2026 году. Каждое число больше предыдущего на 15. Через каждые 15 лет кольца исчезают. А через 7-8 лет появляются снова. Ребята, в солнечной системе 9 планет. Откройте тетради и запишите. Число. Классная работа. Минутка чистописания. Пропишите цифру 9. Ребята, рассмотрим взаимосвязь между умножением и делением в табличных случаях деления. 8 умножить на 4 – 32. Определим компоненты при умножении. 8 – множитель. 4 – множитель. Произведение равно 32. Мы с вами знаем правило. От перестановки множителей произведение не меняется. Если произведение разделить на первый множитель, то получим второй множитель. Если произведение разделить на второй множитель, то получим первый множитель. Эта же взаимосвязь сохраняется и на множестве многозначных чисел. Давайте проверим, правильно ли выполнено умножение. 234 умножить на 17. Произведение 3978 делим на первый множитель 234. Получаем второй множитель 17. Значит, действие выполнено верно. Произведение 3978 делим на второй множитель 17. Получаем первый множитель 3978. Значит, действие выполнено верно. Если поменять местами множители, то значение выражения не изменится. Значит, умножение выполнено верно. Ребята, Меркурий – самая ближайшая к Солнцу планета. Жара неистерпима и сжарит котлету. Повернута к Солнцу одной стороной. С другой – страшный холод и мертвый покой. Давайте с вами узнаем, какова температура поверхности Солнца. 255 умножим на 24. Проверяем. 255 – первый множитель. 24 – второй множитель. Произведение равно 6120. Сделаем проверку. Произведение разделим на первый множитель. Равно 24. Значит, умножение выполнено верно. Самостоятельно узнайте диаметр планеты Земля. Проверяем. 12750. Сделаем проверку. Умножение проверяем делением. Пятнадцать. Молодцы! Быстро справились с заданием. А теперь отдохнем. Физкульт-минутку проведем. Руки в стороны, в полет. Отправляем самолет. Правое крыло вперед, левое крыло вперед. Раз, два, три, четыре. Полетел наш самолет. Мерцает по курсу ракеты Земля. На ней мы живем. И, как видно, не зря. Планета Земля – родимый наш дом. Ребята, отдохнули. А теперь, друзья, если надо проверить результат умножения, как вы это сделаете? Ну, конечно, делением. К примеру, надо умножить четыреста тридцать девять на семьсот шесть. Умножаем четыреста тридцать девять на шесть и на семь. Складываем неполные произведения. Получилось тридцать девять тысяч девятьсот тридцать четыре. Проверяем его делением. Первое неполное делимое – тридцать девяносто девять. В частном – три цифры. Делим три тысячи девяносто девять на семьсот. Пробная цифра – четыре. Перемножаем семьсот шесть и четыре. Получилось две тысячи восемьсот двадцать четыре. Вычитаем. Остаток двести семьдесят пять. Он меньше делителя. В частном – четыре сотни. Следующее неполное делимое – две тысячи семьсот пятьдесят три. Делим его на семьсот. Пробная цифра – три. Перемножаем семьсот шесть и три. Получается две тысячи сто восемнадцать. Это число меньше неполного делимого. Вычитаем. Остаток равен шестистан тридцати пяти. Немаленький остаток, но все-таки меньше делителя. В частное пишу – три десятка. Делим третье неполное делимое. Шесть тысяч триста пятьдесят четыре на семьсот. Пробная цифра – девять. Перемножаем семьсот шесть и девять. Получилось шесть тысяч триста пятьдесят четыре. Так что в частном – девять единиц. И ответ – четыреста тридцать девять. Именно таким был первый множитель. А это значит, что деление и умножение мы выполнили верно. Ну а теперь подведем итог. Чтобы проверить действие умножения, надо произведение разделить на один из множителей. Если в результате получится второй множитель, значит, умножение было выполнено верно. Ну вот и подошло к концу время. Давайте подведем итог нашего космического путешествия. Сегодня мы узнали способы проверки умножения многозначных чисел. Научились применять способы проверки этого умножения при решении заданий разного вида. И теперь можем применить свои знания в повседневной жизни. Урок наш окончен и выполнен план. Спасибо, ребята, огромное вам за то, что упорно, усердно трудились. И знания ваши вам всем пригодились. До свидания, до новых встреч. Наш урок окончен. Успехов вам, друзья мои! Субтитры создавал DimaTorzok